Значит, решение Думы о назначении даты рекорендума принято, но, конечно, остается большим вопросом, и для того, чтобы ответить на этот вопрос, конечно, необходимо в последний месяц перед проведением рекорендума провести огромную работу по разъяснению дополнительным, по информированию населения об итогах того, что было сделано в период действия прошлого решения. Как вы все знаете, как вы все, наверное, помните, у нас с 1 марта 2009 года состоялся референдум о введении местного самообложения. Тогда вопрос на референдум был вынесен о том, согласно ли население в введении взноса в размере 200 рублей в год на каждого совершеннолетнего жителя города, на организацию сбора и вывоза, бутылок отходов и мусора, организацию глупого устройства и извинения об обеспечении условий для развития количества и массового срока на территории Казахстана. В результате референдума явно составило 62% для города, показатель достаточно хороший. Из 6300 человек, которые пришли на выбирательный участок в день проведения референдума, ответили «Да», самовложению 74,5%. Введение самообложения за 3 года его действия позволило привлечь средств дополнительных направлений на устройство нашего города 2,855,000 рублей. Также поступило из областного бюджета, как пресс-постимулирование местных инициативов по 50 копеек на каждый собранный рубль с 2009-2010 года. В этом году сумма составила 131,8 тысячи рублей, и в 2011 году 880 тысяч рублей, что составляло уже 1 рубль на каждый концовок. На сегодняшний день действительно областной бюджет правительства стимулирует еще лучше, еще качественнее местные инициативы по введению самообложения. И выделяется 1,5 рубля на каждый собранный рубль. Благодаря средствам самовложения, как мы, наверное, все видели, было организовано огромное количество работ по влагову устройству. Значит, у нас это было связано с ликвидацией несанкционированных влагов, в первую очередь, очисткой регулярной очисткой от пляжа, пляжа от мусора, ремонт памятников, скверов, стадионов. Самыми, наверное, показательными и значимыми результатами действия самообложения следует отметить участие города в проекте поддержки местных инициатив, когда за счет средств самообложения обеспечивался местный вклад населения. Были в 2011 году построены 7 детских площадок на территории города, одна площадка в деревне Великая Поля. Ну и в 2012 год по этому же проекту был обеспечен вклад местного населения для участия в проекте и реализации проекта по капитальному ремонту. Регулярно проводилось обновление адресного хозяйства в городе. Было установлено 270 новых адресов на основании улиц, номерами домов, содержание, ремонт. Дополнительная часть средств была тем средством, которые вы имеете в местном бюджете на содержание личнодорожной сети. Добавляли средства самообложения и в более качественных, в больших объемах проводилось содержание, текущий ремонт личнодорожной сети в городе. Мы, наверное, все мы на сегодняшний день видим, как уже после действия решения переменника, когда уже средства самообложения у нас перестали собираться, насколько, наверное, сложно, насколько труднее стало за счет средств только местного бюджета проводить какие-то работы, связанные с благоустройством, разбивкой клумб и заставлением техники для частных секторов для сбора мусора. Вот, если раньше называло, по заявкам населения, по заявкам бюджета каких-то учреждений детских садов, что выставляли техники для сбора мусора, но, к сожалению, при проведении последних двух месяцев, которые будут строить весной этого года, весной, и в 2013 году весной, весной, и в осенье двух месяцев. К сожалению, у нас такая возможность угрозить силу ограниченности, что у нас уже нет. Регулярно привозили и на фактические дома, и к этим бюджетным учреждениям привозили и землю для сбивки клумб. Все это, конечно, стало очень... стало работать, я считаю, что это самый лучший и сегодняшний день. Наверное, с самыми болевыми точками, с самыми проблемными точками в период действия прошлого решения, мы встали у нас два направления. Первое – это, конечно, собираемся. Собираемость у нас составила чуть средняя по трем годам, составила чуть более 50%, если в 2009 году собрано было, запланировано 61% денежных средств, в 2010 – уже 54%, в 2011 – всего 47,90%. Население уже ближе к концу, действие приема начинает, значит, так скажем, вносы этих денежных средств уже вносили менее, так скажем, обязательных характер, то есть люди уже как-то больше справляют решение этих вопросов. Ну и второе направление – это вторая, наверное, главная недоработка – это то, что в общей структуре собранных средств слишком большой объем из всех собранных средств, большая достаточно часть была потрачена на вывоз мусора из частного сектора. То есть все видят, что в особенностях, конечно, здесь было огромное удовольствие в отношениях на докуративных домах, которые и так платят регулярно, оплачивают жилищно-коммунальные услуги, в том числе, и вывоз твердых бытовых отходов. И не всегда было понимание в населении того, на что еще нужно вносить эти 200 рублей, для чего их нужно собирать, какие результаты мы от этого увидим.